А вы никогда не задумывались, друзья мои, что замужняя женщина и женщина разведённая — это две совершенно разные женщины, это две разные психологии, восприятие мира, восприятие окружения и окружающих людей. Вы знаете, я как-то вот никогда особенно вот таким образом женщин не разделяла. У нас по-всякому женщин разделяют. Блондинки, брюнетки, полненькие, худенькие, страшненькие красавицы, и как там ещё везучие, невезучие. Но вот понимаете, по поводу того, как женщина себя чувствует замужняя и как чувствует себя женщина разведённая в этом мире, по-моему, никто как-то об этом не говорил. И эту тему почти не освещают. А вот она мне пришла на ум, вы знаете, тоже совершенно недавно. И я хочу сейчас вот эту тему немножко с вами обсудить. Тем, кому эта тема интересна, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. И мы начнём. Прежде всего, я, конечно, хочу ещё пояснить, что я тут решила двух зайцев сразу убить. Я показываю вам нашу сегодня поездку. Это моё долгое путешествие в Ниддлс, Тотландбей. Вот сейчас мы едем по городу Райт. Дальше мы будем следовать в Ньюпорте. Там, по-моему, у меня тоже полутора минутное видео. И дальше мы поедем через весь остров. Пока я буду вам рассказывать, вы сможете смотреть в окно и, конечно же, наслаждаться видами, помимо того, что вы слушаете. И ещё одно маленькое уточнение перед началом. Я хочу сказать тем, кому моё повествование кажется слишком медленным, то есть под каждым видео внизу есть настроечки. Пожалуйста, увеличьте скорость. Там можно 1,25, 1,5, 1,75 увеличить скорость в секунду. И, пожалуйста, слушайте быстрее. Итак, давайте начнём. И так как я всегда все свои повествования начинаю с себя или с тех случаев, которые я непосредственно знаю, произошли с моими знакомыми или друзьями, я вот как-то так и начну. Во-первых, меня вот удивило, и как-то хочу я эту тему вот как раз сейчас и поднять для вас. Вот мне говорят многие, когда я показываю свои видео, а почему вам вот Мартин не помог с ремонтом, а вот пусть бы он пришёл бы и сделал вам там, поставил бы вам мебель бы передвинул, да ещё может быть даже и ремонт бы сделал, какие-то там полы перестелил, ковролин настелил, да вот что же вот у вас Мартин, и вот он вам не помогает. И вы знаете, вот здесь вот у меня какое-то такое всегда было странное чувство, удивление. И я подумала, наверное, вот эти вот замечания, вот эти вот комментарии пишут именно женщины, замужния, или даже по-другому сказать, за мужем. Женщина, которая всю жизнь прожила за мужем, за мужем. Она знает, что муж всегда под рукой, что всегда, если что-то нужно, муж сделает. Понимаете, вот, а вы скажите, а вы попросите, а пусть муж настелит. Вот муж настелит, муж отремонтирует, муж всё сделает. Но вот понимаете, если человек не ваш муж, если мужчина, у вас вот с ним такие отношения, у нас это называется любовник приходящий, а здесь это называется бойфренд, да? Вот у меня вопрос. А часто ли любовники помогают своим любовницам? Приходят, ремонтируют, стучат, колотят, что-то в квартире делают. Часто ли такое вы встречали? Вот вы знаете, я-то могу судить со стороны как раз больше разведённых женщин, потому что я не особенно всегда рассказывала о той прошедшей жизни, которая у меня за плечами, но большую часть своей жизни я как раз жила одна, потому что была в разводе, всего лишь навсего после семи лет брака. Дальше я воспитывала дочь одна и жила одна. Я, конечно же, искала мужчину, ну, потому что мне было 34 года, когда я развелась. Извините меня, конечно, некоторые вообще первый раз замуж выходят в этом возрасте. Так вот, я была свободна, я искала мужчину, и я, конечно, на своём веку мужчин повидала разных. Но давайте всё по порядку и вернёмся к тому, о чём я начала говорить. Часто ли вы видели такое, что любовники помогают? Я вот как-то, вы знаете, не видела особенно. Да даже если они, может быть, имеют такие вот какие-то отношения, не обязательно любовники. Он свободный, разведённый, она свободная, разведённая. Вот такие вот приходящие гостевые мужчины, так называемые. Ну, не могу я сказать вот на своём опыте, что они прямо вам начнут тут что-то делать. Если вы будете просить, настаивать, понимаете, упрашивать, ну, может быть, он вам гвоздь прибьёт, и то, понимаете, вы потом будете ему обязаны, просто невозможно. Вот у меня почему-то попадались вот такие вот мужчины. Может быть, кто-то имеет другой опыт. Давайте подискутируем. Я вот, кстати, именно эту тему подняла. Я думаю, что здесь женщины многие могут высказаться. И давайте мы об этом как раз с вами поговорим. Я вам говорю свою точку зрения на этот вопрос. Но она, конечно же, просто моя, субъективная, как я всегда говорю. У каждого своя точка зрения. И так мы сможем вместе найти какой-то консенсус и понять. И нашу жизнь понять, и отношения, может быть, лучше понимать. Может быть, кому-то в будущем это пригодится. Я не знаю, говорю же, что, несмотря на то, что мужчин меня окружало всегда очень много, но, может быть, я не с теми мужчинами встречалась. Может быть, я не теми тропами ходила. И вот опять же, даже говоря о Мартине. Ну да, он мой любовник. Нам вместе очень хорошо. Мы с ним проводим свободное время вместе. Он занят, он на работе. У него здесь масса друзей. Тем не менее, вот он находит время и для меня. И я не думаю, что я вообще могу, имею какое-то право его просить. Я однажды попросила посмотреть холодильник. Что-то у меня там было не то с холодильником. Я говорила. Так он даже не подошел и близко сказал, что вызывай мастеров, пусть они тебе помогут. О чем вы говорите? Если я начну настаивать, но здесь вообще такое не принято, друзья. Может быть, вы, я же говорю, имеете других мужчин. Но у меня вот почему-то такие. Я, Мартина, даже не собираюсь этим напрягать. Я говорю, что у меня вот ремонт, допустим. Ну и он соглашается. Да, хорошо, скажи, когда ты будешь свободна. Например, сам он ни разу не предложил. А давай я тебе приду. Может быть, я тебе что-то помогу. Нет, совершенно нет. Но значит, получается, что не только в России мужчины такие. Но вот они везде такие, наверное, по всему миру. Если бы он был моим мужем, если бы у нас было какое-то совместное хозяйство, конечно, он бы тут все это делал сам. Если он, конечно, умеет. Я даже этого и не знаю. Поэтому те, кто пишет и рассуждает так, что почему вам Мартин не помогает с ремонтом, скорее всего, мне кажется, это женщины за мужем. Всю жизнь прожили. Им этого не понять. Поправьте меня, если я не права. Второй вопрос, который тоже мне вот очень был интересен, и я хочу сейчас вам его озвучить. Вот я же говорю, что жизнь свою основную я прожила без мужчины, в разводе. И я занималась поиском мужчины. И я помню, что у меня была очень хорошая знакомая, близкая. Мы с ней прям так где-то даже и дружили какое-то короткое время. Она была всю жизнь за мужем. Это еще в Архангельске, когда я жила. Вот, Верочка. И она мне всегда говорила, «Галина, я не понимаю, у тебя вроде бы столько кавалеров, почему ты до сих пор замуж не вышла?» Я говорю, да как-то, во-первых, мало кто предлагает, а во-вторых, может быть, даже тот, кто предлагает, мне не нужен. Но вот что-то у меня тут не совпадает. Она мне говорит, «Ой, а я вот куда не приду на вечеринку, прям сразу у меня тут столько поклонников, и прям сразу мне тут все в любви признаются. И все у меня... Вот я бы, например, если бы была свободна как ты, я бы, наверное, через неделю бы замуж выскочила». Ну, я так как-то, вы знаете, посмеивалась по этому поводу. И потом получилось так, что именно от нее муж ушел, к другой женщине развелись они, она осталась одна. И вы знаете, как поменялись ее взгляды. И вот то, что прошло довольно долгое время, по-моему, несколько лет, она все жила одна, и она все как-то хуже и хуже себя чувствовала, вообще на нее это повлияло очень сильно. И помню, однажды я у нее спросила, «Помнишь, ты мне говорила, Вера, что ты бы вот была бы свободная, ты бы сразу бы выскочила замуж? Ну и что ты теперь мне скажешь? Вот что-то ты замуж как-то и не выходишь. А что такое случилось?» И она говорит, «Знаешь, Галина, точно ведь почему-то сейчас, вот когда я куда-то прихожу на вечеринку, или у меня взгляд потухший, или я уже чувствую себя какой-то паучихой, которая ищет мужчину свободного, но вот как-то мне никто ничего не предлагает, и совершенно получилось все по-другому». Я говорю, «Так понимаешь, Вера, в чем дело? Знали мужчины, что ты замужем, поэтому они были с тобой свободны, они знали, что если даже что-то у вас и получится, какой-то адюльтер, то это получается без обязательств и никого ни к чему не обязывает. А если уже женщина одинокая, понимаете, то с ней как-то мужчина опасается завязывать отношения, а мало ли что, а тем более если он женат, и там уже как-то все это совсем по-другому, и распушивать хвост перед замужней женщиной для того, чтобы затащить ее в постель, это одно. Там вам могут лапшина вешать на уши». «Да, сказала Вера, наверное, ты здесь точно права. Но и она до сих пор не замужем». И еще помню, был один такой интересный случай, что я встречалась довольно долго, вот тоже вот такие вот были приходящие отношения с разведенным мужчиной. Он ко мне приходил иногда, иногда я к нему. Ну, в общем, у нас был, так скажем, секс без обязательств. Но он делал мне подарки, всегда с цветами, то с конфетами, то, значит, дочке моей, там какую-нибудь игрушку. В общем, все замечательно. Ну и потом он что-то так начал немножко наглеть-наглеть, и вообще постоянно стал приходить с пустыми руками. Я один раз позволила, не обратила внимания, второй раз, третий раз, а потом я говорю, так, до свидания, я с ним рассталась. И у меня моя знакомая тоже, приятельница, она была всю жизнь тоже разведенная, как и я. И она мне говорит, а куда у тебя делся вот этот вот мужчина Игорь, с которым вы так долго встречались? Ну, я говорю, вот так и так. Мы с ним расстались. И она мне говорит, да ты что, ты с ума сошла? И вот из-за этого ты с ним рассталась? Да я? Я настолько сейчас не могу найти никакого мужчину, что я была бы рада, если бы ко мне хоть просто приходил какой-то мужчина, просто мне бы ласки давал, потому что, в общем-то, найти невозможно. Мне уже за 40, и никто не хочет иметь какие-то отношения. Все на молодых обращают внимание. Так я бы уже и сама бы и стол накрыла, и бутылку поставила, и подарила бы ему что-то, лишь бы только он приходил. А ты тут что-то совсем разбаловалась, как сказала она мне, со злостью, даже, по-моему, с какой-то завистью. Так что, понимаете, вот если говорить о таком, любовнике, которого не знают, как затащить, то какая тут помощь от него? Ну вот, вот бывают вот такие вот случаи, понимаете? И еще один случай хочу вам рассказать из своей жизни. У меня очень хорошая подруга, была и есть, и мы с ней всегда делимся всеми своими жизненными проблемами, жизненными вопросами. И вот я разведенная по жизни, она всегда замужем. За мужем, то есть, как бы, как за каменной стеной. Ну и она меня, конечно же, так как она моя подруга, она меня всегда поддерживала. И когда я ей говорила, как трудно, как мне тяжело одной, ну вот она вроде как соглашалась, да, но вот она не понимала до конца. И потом, вы знаете, какое-то время спустя случилось так, что у нее муж загулял, и он, что-то они рассорились, я даже не знаю, что там случилось. Он ушел от нее, собрал чемодан, хлопнул дверью и ушел. И вот она мне говорит, ты представляешь, у меня просто рухнул весь мир. Я иду по улице, и у меня такое впечатление, что на меня все пальцами показывают, что я вот одинокая, такая никому не нужная. У меня такие начались комплексы, говорит, я стала вспоминать тебя, то, что ты мне рассказывала, я просто даже вообще не воспринимала. Я только сейчас стала немножечко понимать тебя, то, о чем ты говорила. Но это, знаете, как сытый голодного не разумеет, вот это, наверное, было то же самое. Но, слава Богу, обошлось, как говорится, вот она вот так вот мучилась, всего лишь навсего месяц. Но она говорит, я не могла вообще найти себе место, у меня было впечатление, что все знают, что я брошенная, одинокая и покинутая. И уже началась у нее там жуткая депрессия. Слава Богу, что муж вернулся, и они сошлись, и живут, и сейчас все у них в порядке. Но вот человек понял меня, только побывав уже в моей шкуре. И еще есть такая история, друзья, у меня масса для вас историй. История о том, что тоже вот моя знакомая, замужняя всю жизнь, она не понимала меня, когда она меня приглашала куда-то к себе на день рождения, домой, на веселую какую-то вечеринку. У нее было тоже много очень приглашенных пар всегда. И я отказывалась, я пыталась всеми силами объяснить ей что-нибудь там. Ну вот мне, да нет, да я не это не хочу, да вот как-то не очень себя буду чувствовать. Она никогда не понимала. Я говорю потом уже ей открытым текстом. Понимаешь, какая история? Вот я себя чувствую вот в таких вот компаниях, когда я прихожу одна, а люди приходят парами. Во-первых, мне неприятно. Может быть, я уже привыкла, у меня броня, конечно, наросла за все это время жизни одной, как-то защищаться, но мне неприятно то, что на меня начнутся косые взгляды, знаете, недоверчивые вот этих вот замужних женщин. И даже, знаете, сальные, такие похотливые взгляды их мужчин, мужей, мужей, вот обижайтесь, не обижайтесь на меня, замужние женщины и женатые мужчины, но это так. Если мужчины в компании видят какую-то новую женщину, да еще знают, что она одинокая, разведенная, то есть, понимаете, просто добыча и начинается. И вот эти вот совершенно ненужные мне мужчины, эти женатики, они мне даром были не нужны. Вот я вам серьезно говорю, положа руку на сердце. Но почему-то женщины, жены, они меня воспринимали как хищницу и не дай бог, если бы что-то, где-то бы они там увидели, что я танцую и мне чей-то муж положил руку не так ниже талии, то значит все тогда. Я была бы виновата во всех смертных грехах. И мне это было совершенно не надо. Я просто в таких компаниях не то чтобы чувствовала себя раскрепощенно и отдыхала, а наоборот. Вы знаете, я как со стороны мужчин, так и со стороны женщин чувствовала какую-то угрозу и мне нужно было постоянно быть в напряжении. Но вот этот мой последний рассказ, он может быть, знаете, именно конкретно касается меня, потому что я в этом, в этом смысле человек очень тонко чувствующий. и потом я хочу сказать, что есть, конечно, все равно разные женщины, разные мужчины. И есть замужняя женщина, которая может позволить себе вообще все, что хочешь, и изменяет мужу направо и налево. А есть одинокие женщины, очень порядочные, которые никогда на чужого мужа не посмотрят и не попытаются его куда-то увезти, даже если он и не против. Тут, конечно, так не очень правильный пример, скажем так, но это я просто рассказала о том, что я чувствовала всегда, что я старалась вот такие компании, где присутствовали пары, как-то избегать. Ну и то, что также знают почти все, что женщина замужем почему-то расслабляется, она уже не очень за собой следит, не очень за собой ухаживает, она считает, что муж и так никуда не денется. Вот это бывает очень часто такой страшный бич для замужних женщин и для семейных отношений. А вот развод, как ни странно, в этом отношении, наверное, действует на женщину просто, знаете, как холодный душ. она начинает думать, а почему так произошло, а чем она хуже, если муж ушел к другой, значит, может быть, что-то такое в ней не то. Она начинает собой заниматься, она начинает самосовершенствоваться, наверное, даже так. И всегда старается выглядеть прекрасно. И фитнесом, и спортом начинает заниматься. Вы знаете, просто дает жизнь такой толчок, может быть, даже в чем-то и позитивный, посмотреть на себя со стороны и понять, в чем дело. Но вот здесь, опять же, понимаете, какая история. Я с женщину рядом всегда вижу с мужчиной, поэтому я понимаю, насколько отношения мужчины и женщины, как себя чувствует женщина, это все-таки влияет почти полностью на ее жизнь. Если кто-то со мной не согласен, ну вот давайте хотя бы вспомним любимый фильм миллионов «Москва слезам не верит». Помните главную героиню Катерину, которую бросил беременной ее первый ухажер, вот этот вот неудавшийся. И как она сказала, что вот если бы так сильно меня тогда судьба не наказала, и если бы ты меня тогда вот не бросил, то может быть из меня бы ничего и не получилось. А так она начала сама себе доказывать. Вот это вот именно тот точный пример, о котором я долгое время и рассказываю. Вот такая только часть, наверное, тех случаев, которые мне сейчас пришли на ум в связи с вашими комментариями по поводу «А не помог ли мне бы Мартин с ремонтом?» Друзья, я была бы очень рада, если бы вы подключились к этой теме и, наверное, высказались, что вы думаете. У меня на канале, я так подозреваю, что есть женщины и замужние, есть женщины разведенные и, конечно же, есть какое-то количество мужчин. Было бы интересно послушать ваше мнение по этому поводу. А на этом на сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго, берегите себя, еще увидимся, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok